Привет всем! В этом видео я хочу рассказать про вот этот вот нож. Нож называется Хисацо. Вы видите его перед собой в разобранном виде. Именно поэтому я ролик и назвал внутренний мир ножа Хисацо. Чтобы рассказать из каких материалов я сделал его, как планирую собирать, как он будет выглядеть в итоге и какие особенности у этого ножа я могу отметить. Ну, первой сложностью для меня была вот эта геометрия, естественно, его наличие ребра и то, что длина острия на этом клинке превышает длину остальной части лезвия. Комплекс вот этих вот особенностей, он в принципе определяет то, что угол будет очень маленький между основной частью лезвия и острием. И поэтому это ребро вывести будет очень трудно и очень просто это ребро будет запороть в процессе шлифовки. Выполнить такую слесарку было непросто. Я много тренировался, но, как говорится, какой-то результат есть, он перед вами. Итак, идём дальше. Следующее что? Ну, вот это... Цуба это, конечно, не назовёшь, потому что она не будет выступать за габариты рукояти. Скорее всего, это можно назвать каким-то больстером. Вот. Выполнен этот больстер из латуни и покрыт золотом. Вот. Такое решение в виде эксперимента я решил провести в связи с тем, что латунь имеет такую особенность, как окисление. Она темнеет, теряя свой привлекательный внешний вид. Покрыв её золотом, можно решить этот вопрос. Ну, посмотрим, как проявит себя это обстоятельство в будущем. Рукоять сама. Сама рукоять выполнена по традиционной японской технологии из двух половинок. Рукоять деревянная, обтянутая натуральной кожей ската. Вот хочу, наверное, в макро показать, как вот это всё выглядит, чтобы было видно качество, как это всё обтянуто. Вот. Это всё вот таким вот образом обтянуто. Само дерево. Это красное дерево. Не скажу, что выбирал его специально, просто один добрый человек подарил мне этот материал, и я решил его использовать для этой работы. Я считаю, что не будет выбиваться из общей композиции. Итак, попробуем примерить сам упорщик или вот этот больстер на клинок. Вот так вот он туго налазит у меня. Вот так. Ну, вот так вот можете приблизительно судить о подгонке этого узла. Вот так он будет сидеть, и с обратной стороны он выглядит следующим вот образом. Дальше, дальше. Вот так вот ставятся плашки рукояти. Получается вот такая конструкция, которая потом оплетается традиционным методом японским шнуром, и будет уже закончена абсолютно. Вот таким вот этот нож в руке, конечно, сидит. Ну, а ножны поговорим попозже, в следующем видео, когда всё будет готово. Кому было интересно, ставьте лайки, пишите комментарии. Возможно, какие-то есть вещи, которые вы хотите узнать в следующих видео. Буду рад, если кому-то это видео понравится. Всем спасибо за просмотр. До встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok